Добрый день! Меня зовут Екатерина Юрко. Сегодня мы с вами будем работать в технике монотипия. Возможно, некоторым она уже знакома, возможно, кто-то с ней поработает сегодня впервые. И мы с вами поработаем сегодня именно с цветом. Попробуем его прочувствовать, как цвет ложится на фон бумаги, как мы его воспринимаем и как вы видите его, когда работаете именно с цветом, с цветовым пятном. Это главная задача сегодняшнего мастер-класса. Ну что, а сейчас приступаем к практической части. Поехали! Итак, ну что, добрый день всем! Сегодня мы будем работать в технике монотипия. У меня получились вот такие работы. Эта техника очень интересная, очень живая. И вы можете подчас вот таким цветовым пятном нарисовать очень интересный образ. Что можно делать в технике монотипия? У меня вот здесь представлены конкретно пейзажные какие-то варианты, цветы. Но вы можете рисовать вплоть до человека силуэта. Либо же силуэт какого-нибудь животного угадываются вам. То есть это как некая такая графия. Вы играли в детстве. На что похоже в облако. Да? То же самое и здесь. То есть мы рисуем с вами цветовое пятно, делаем оттиск и потом думаем, на что оно будет похоже. Или в зависимости от того, что у нас было первоначально задумано. Если вот таким образом, например, как сирень, да, я сделала уже примерно те варианты пятен, где они должны мне быть примерно расположены. Здесь тоже я знала, что у меня будет лес. Примерно вот таким вот образом я расположила пятна. Можно же, конечно, сделать набрызг в абсолютно разном, в абсолютно разбросном порядке и потом из этого гадать. Такая некая интересная работа происходит. Что же это у вас тут получилось? Советую вам делать оттиск очень быстро, пока бумага еще не засохла краска, да, чтобы у вас пятно было довольно-таки яркое и красочное. Либо же можно использовать не лист бумаги, а, например, кусок такого материала, который долго не питывает краску. Это может быть какой-нибудь пластик, это может быть, например, фольга. Да, на фольге тоже очень интересный эффект получался. Единственное, пятно будет ложиться, может быть, не так, как на бумаге, немножко краска будет скатываться. Но это в зависимости от того, какие цели вы преследуете. Но сегодня мы нарисуем, вот у нас здесь, по примеру, сирень, да. Ну, давайте сделаем вот такой вот букет сирени, замечательный. Лист я, наверное, расположу таким образом. Какие цвета я беру? Ну, в принципе, можно, если у вас акварель или гуашь, можно и гуашь использовать много оттенков. То есть тут не состоит труда найти оттенки для вашей работы. Тут уже по оттенкам все разбито. Если же цветов мало, то можно их смешивать, как мы знаем, да. Вот в таком, можно сказать, беспорядке, да, я вот такими пятнами накладываю краску. Можно это сделать с помощью и также гуашевых красок. Они более долго не впитываются. Тоже очень хороший эффект получается. Ну, вот я накладываю такие пятнышки. Понятно, что у меня тут не совсем разброс. Я примерно понимаю, как у меня будет делать, какой у меня будет букет. Но вам и не обязательно делать все время вот такое непонятное пятно. Можно, конечно, сделать его и более непонятным. И потом нанести краску. Но у меня получается вот такое цветовое пятно. Теперь я беру лист бумаги, проглаживаю, чтобы у меня краска хорошенечко отпечаталась. Можно немножко постучать пальчиками или ладошками. Ну и смотрим, что у нас в итоге вышло. В итоге вышла вот такая вот красота. Не совсем то, что я на то, что я рассчитывала. Но, в принципе, из этого пятна, даже вот то, что мы сделали отпуск, вот такие красивые, очень раздливые, разводы можно сделать букет сиреной. Из такой же, я думаю, что она вот так вот намного выигрышнее смотрится. Поэтому я беру вот таким образом. Можно делать по-сырому, да, прорисовки какие-то. Можно же сделать наоборот, когда уже подсохнет ваша работа. Ну вот здесь у меня пусть будут такие вот, как кусты сирени. А вот как на этой работе я делаю, прорисовываю какие-то веточки. Очень интересный эффект получается. Даже если вы не умеете рисовать, благодаря технике монотипии, вы можете сделать какую-то замечательную работу. Вот. Добавлю немного зелени, может быть, разных оттенков тоже. В глубь нашего куста. Очень красиво монотипий такой рисовать. В технике монотипии, например, осень какой-нибудь, да. Тоже очень красиво смотрится. Ну вот, где-то вот там, где у нас есть такие просветы, мы с вами добавляем зелень. Зелень разная, потому что есть какая-то зелень, например, она глубоко у нас находится, да, там в дереве, где-то в кроне дерева. А есть зелень, которая больше на солнышке у нас. Поэтому она будет такая более желтая, желтовато-белая даже может быть, да, такие вот оттенки. Более нежный, зеленый. А то, что у нас в глубине, на контрасте, вот он может быть до такого черно-зеленого. Это нужно очень прекрасно видеть, наблюдая, например, зеленые кусты летом, особенно даже при разном освещении солнца, они будут выглядеть по-разному. Ну и, допустим, я добавлю к сирене каких-нибудь пятен цветовых. Так вот, чтобы прорисовать сирен. То есть это может быть целый пейзаж. Там дальний план, может, через голубое что-то написать. Нужно здесь по шее немножко. Так. Таким образом. Ну, где-то тут уже, может быть, уже небо уходит в зелень. На деревьях, наверное, по деревьям. Можно взять более ярко. Там может быть даже дальний план. Здесь можно фантазировать и работать уже потом по более высыпшей поверхности нашего пейзажа. Вот таким образом. Можно такую дорожку там нарисовать. На контрасте. Ну, вот таким образом. Можно вот такой пейзаж нарисовать сирене. Здесь у нас остался. Можно тоже какой-нибудь пофантазировать. Если это осень, например, вот деревья, как у меня здесь. Ну, такой необычный даже, может сказать, больше весенний пейзаж. Мы можем, например, сделать с вами осенний пейзаж. Как я делаю эту работу? Взяв такие осенние оттенки. От красного можно до желтого. Охорстого. Где-то можно добавить зелени. Ну, уже такой приглушенный, да, немножечко. Нежели вот зелень у нас была, да. Вот такая. Через желчизну, через окру. Можно опять вернуться красным оттенком, оранжевым. Вот такую золотую осень рисую. Потом предлагаю сделать воду. И опять, например, оранжевую. Темный получился. Красную, латую. Красная, латую, зеленью, латую. Вот такая у нас в принципе почти работа готова. Теперь мы сделаем оттиск. Опять проглаживаем хорошенечко лист. И смотрим, что у нас получилось. Такой у нас оттиск получился. Да, можно вот это, кто-то сказал. Можно использовать этот. Но не очень яркое тетно получилось. Наверное, мало краски уже. Ну, вот, например, возьмем тогда вот эту работу. И берем здесь прямо, прорисовываем. Ну, честно. О, немножко так, не черный цвет. Здесь будет большое ст philosophie. Держим. Верик. Сняты. Через ухо можно пописать, пока трава у нас не планирует. Здесь будет отражение, перейти на более темный синий цвет. Будем все это сделать. Вот таким образом. По разному тут. Таким образом вы можете проэкспериментировать, попробовать. Вот в отражении, тут можно немного стволы, более смазанные. Еще один сделать. Показываю, что тут вода у нас. Таким образом. Вот такие вот у нас получаются работы. Я думаю, что вы пробуйте, экспериментируйте. Я думаю, что у вас получатся замечательные картины с таким очень интересным эффектом. Ну что, можете присылать мне свои работы в комментариях, если хотите поделиться своим творчеством. А я желаю вам творческих успехов и прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok